Девушки отдыхают В середине апреля у меня попала осень глубокая, и в мае это была тьма. В зиму, это дожди, в сезон дневной дожди, когда все доливается. Какой будет погода в предстоящие выходные в начале следующей недели из первых уст от Александра Люцигера. Добрый вечер в студии Елена Кузовкина. Сегодня в Барнаул приехал главный терапевт России Александр Чучалин. Он посетил пятую городскую больницу, там он провел осмотр пациентов отделения пульмонологии. А позже встретился с лидерами алтайского здравоохранения. Об этом и не только расскажет Ольга Калачева в обзоре. Александр Чучалин в Алтайский край приезжает не впервые. В прошлый его визит в 2011 году он отмечал, что жители края болеют пневмонией в полтора раза чаще, чем в целом по России. На этот раз он привез алтайским врачам конкретную пошаговую инструкцию по снижению смертности от пневмонии. Оказывается, по этому показателю наш регион занимает третье место после Красноярской Кузбасса. Предложенная главным терапевтом федеральная программа должна изменить эту ситуацию. К слову, в России сегодня она успешно работает в четырех регионах. В Москве, в Татарстане, а также в Приморском и Хабаровском крае. Программа включает в себя первичную профилактику. Это вакцина-профилактика. Программа включает раннюю диагностику, образование врачей в первую очередь, первого уровня, принятие решения, где больной должен находиться, в каком учреждении. Вот у вас ряд больниц, как краевая больница, пятая больница. Подарок в канун Международного дня защиты детей. Сегодня в краевой детской больнице была открыта игровая площадка. Маленьким пациентам ее подарили меценаты. В рамках социальной программы «Игровые площадки детям в больнице». Кстати, аналогичный комплекс дарит радость деткам еще в 28 городах России. Врачи надеются, благодаря площадке малыши будут выздоравливать быстрее. Психологический комфорт является одной из важнейших составляющих – лечение в стационарах. С утра встали, смотрим, площадка строится. Ну и все, целыми днями, когда пойдем, когда пойдем. Интересно было все равно. Мне понравилось на площадке плащенье на лестнице. А еще что понравилось? Горка. У вас есть вопрос к юристу? Приходите завтра к 10 часам на площадь Советов. Это первая остановка автобуса правовых консультаций. В течение всего дня он будет курсировать по улицам Краевой столицы. Бесплатную юридическую консультацию на колесах в Барнауле предоставляют уже три года студенты и преподаватели юридического факультета Алтайского государственного университета. Основная цель этого мероприятия – помочь всем желающим разобраться в юридических тонкостях. Ольга Калачева, Алексей Фризин, Павел Лауронин. Информационный канал. Город. И еще медицинская тема. Лучшие врачи-ортопеды России и их зарубежные коллеги приехали в Барнаул. Научно-практическая конференция стартовала сегодня на площадке Федерального центра травматологии и ортопедии. Мероприятие такого масштаба проводится за Уралом. Впервые в детское отделение нашего федерального центра приезжают пациенты со всей России. Россия – гигантская страна. Израиль размером с один российский город. То есть количество случаев в России намного больше. И в любом случае медицина базируется на статистике, на количествах случаев. Я зашел сюда полчаса назад, но я действительно поражен размахом. И инфраструктура и помещение просто исключительно из больницы. Похоже на Израиль? Похоже, но даже может где-то лучше. Конференция посвящена детским патологиям. Опыт врача из Израиля Хаима Штаркера оказался незаменимым. В госпиталь, где он работает, постоянно поступают маленькие пациенты из Сирии, пострадавшие от военных действий. Детское отделение краевого центра никогда не уступает. Сейчас в очереди на лечение стоят более двух тысяч малышей. У многих диагноз ДЦП требуется по несколько хирургических вмешательств и длительная реабилитация. Здесь проводят и сложнейшие операции по реконструкции тазобедренных суставов, устранению тяжелых пороков и аномалий развития кисти вплоть до пересадок пальцев. За прошлый год более 10,5 тысяч детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных медицинских организациях и в организациях субъектов Российской Федерации. Ежегодно у нас эти объемы увеличиваются. Мы надеемся, что это будет продолжаться и дальше. Платить больше за воду уже с 1 июля будут горожане, которые не установили счетчики. Об этом сообщает Барнаульский водоканал. По сообщению ресурсовиков, услуги водоснабжения и водоотведения подорожают сразу на 20%. Обоснование – ряд документов, принятых правительством России. Они устанавливают повышающие коэффициенты для граждан, не установивших приборы учета коммунальных ресурсов, в том числе и воды. У жителей таких квартир и домов норматив умножается на 10%, с 1 июля уже на 20% и по нарастающей. К следующему году оплата будет на 60% больше норматива. Введение повышающих коэффициентов, по мнению экспертов Барнаульского водоканала, должно побудить население к установке приборов учета, которые сэкономят их же средства. Расчет оплаты позволит платить только за реальное потребление воды. В этом году в Барнауле планируется ввести не менее 3000 рабочих мест, третий из которых появится в сфере торговли за счет открытия новых торговых центров. Этот показатель прописан в ежегодном соглашении между губернатором Александром Карлиным и главой администрации Барнаула Игорем Савинцевым. Краевые и городские власти заверили документ, который определяет планы по социально-экономическому развитию в 2015 году. Соглашение заключается ежегодно, чтобы совместно работать по достижению конкретных результатов. Главные приоритеты – решение вопросов занятости, повышение уровня жизни горожан, развитие экономического потенциала, а в этом году еще и обязательства по выполнению майских указов президента. Таким образом, в соглашении обозначено, что из аварийных домов переселят более тысячи барнаульцев, сертификаты получат 64 молодые семьи. Индекс промышленного производства прогнозируется на уровне сотни процентов, зарплата горожан должна подрасти на 6 процентов, вырастет, хоть и незначительно безработица, до 0,4 процента. Мы на сегодняшний день берем на себя обязательства ввод жилья в 2015 году не менее уровня прошлого года, а это, вы помните, что 450 тысяч квадратных метров. Мы традиционно берем на себя обязательства строительства детских садов. У нас сегодня строится два новых детских сада, и я думаю, что и этот показатель мы выполним. Возвращаемся к теме. 25 мая в нашем эфире вышел сюжет о детской площадке, расположенной во дворе 142-го дома по проспекту Ленина. Напомним, его жители считают, что расположенный по соседству завод механических прессов намерен расширить свою территорию до половины того места, где собираются и играют дети. Это единственная детская площадка на несколько домов по проспекту Ленина. 142, 140, 138, 144, 146. Дети все собираются у нас. Пообщавшись с руководством завода мехпрессов, мы выяснили, что у предприятия действительно заключен договор аренды земельного участка с главным управлением имущественных отношений Алтайского края от 17 декабря 2013 года. Но при этом арендованный участок до песочницы, как утверждают жильцы, не доходит и тем более не занимает половины площадки. Его крайняя точка примерно в районе Турника. Мы планируем согласно схеме расположения участка огораживать и производить благоустройство для организации парковочных мест. Они будут находиться на месте несанкционированных погребов и детскую площадку, как мне стало известно, она захватывать нашей территории не будет. Однако, судя по газону, небольшой пятачок, где дети играют, все-таки попадает в арендованную зону. За комментарием, учитывалось ли мнение горожан при передаче земли заводу, мы обратились в Краевое управление имущественных отношений. Ответ получили сегодня. Из него следует, что границы участка, на котором расположен 142-й дом по проспекту Ленина, утверждены еще в 2011 году с учетом публичных слушаний. И место, которое хочет занять завод мехпрессов, дому не принадлежит. Обращаем ваше внимание, что изменение границ земельного участка, расположенного в границах территории, для которой утвержден проект межевания, возможно только путем внесения соответствующих изменений в данный проект межевания через процедуру публичных слушаний. Выходит, у завода механических прессов все-таки есть основания для расширения своих границ до турника. Однако жители 142-го дома по проспекту Ленина намерены обратиться в Роспотребнадзор, мэрию и написать президенту. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». В предстоящие выходные полицейские устроят охоту на нетрезвых водителей. В Барнауле проведут рейд. Он начнется уже сегодня вечером и продлится до утра в воскресенье. Сотрудники ГИБДД города будут стоять в определенных местах останавливать все автомобили, а водители проверять в каком они находятся состоянии. За управление транспортным средством в нетрезвом виде предполагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем рассказывать вам о тех, кто как мог приближал День Победы. Много среди них было и бойцов с Алтая. Наш сегодняшний рассказ посвящен 315-й гвардейской дивизии. Рассказывает Илья Кочетков. Луганск, Донецк, Донбасс. Эти названия сейчас у всех на слуху по довольно грустному поводу. Но знаете ли вы, что 70 лет назад одна из дивизий, сформированных у нас в Барнауле, также воевала в тех местах, освобождая родину от фашистских захватчиков? Именно об этой дивизии сегодня наш рассказ. 315-я стрелковая дивизия, впоследствии Мелитопольская, краснознаменная, ордена Суворова, это все о ней, была сформирована в Барнауле в начале 42-го. Барнаульцы, кемеровчане, казахи, алтайцы. После основательной подготовки и приемки, а тогда, вопреки мифам, солдат могли просто не пустить в бой, если считали, что они не готовы, отправились под Сталинград. Задачей 315-й было не допустить прорыва немецкого танкового корпуса. Удалось лишь задержать, но и это для защитников Сталинграда было подспорьем. Правда, ценой огромных потерь за 25 дней боев из 13 тысяч осталось лишь 3 тысячи бойцов. До сих пор, так скажем, пытаюсь выяснить, основная масса или основные цифры потерь приходится на без вести пропавшие. Насчитывается 4 490 человек. Представьте, вот в этой мясорубке пропало практически 4,5 тысячи человек. Никто не знает где. Дивизия была докомплектована и брошена на освобождение Украины, Луганск, Донбасс. Музей дивизии, размещенном в 78-й Барнаульской школе, уже 45 лет изучает все, что связано с боевым путем земляков. Рядом с нашей школой в то время жило очень много ветеранов 315-й Краснознаменной Мелитопольской стрелковой дивизии. И комитет ветеранов обратился в нашу школу с просьбой, чтобы мы сохранили память об этой забытой дивизии. Ветераны сами несли свои вещи, даже награды, дневники. Вот, например, тетрадка стихов, которые писала девушка-боец. А вот земля, Крым, Мелитополь, песок и речной ил в перемешку с оплавленным металлом и патронами. Мелитополь – узловой центр на пути к освобождению Крыма. Его еще называют вторым Сталинградом. Фашисты организовали здесь плотную оборонительную линию глубиной до 18 километров. Они назвали ее именем древнего германского бога – линия Ватана. Однако этот бог, похоже, выбрал сторону более смелых. Вот лишь один пример. Один из стрелков противотанкового ружья подбивает несколько танков, его следом накрывает взрывами. Все решают, что он погиб. Но через некоторое время, когда бог уже закончился, он приползает буквально, потому что обе ноги перебиты. И первым делом извиняется перед командиром за то, что не может поприветствовать его стоя. А затем извиняется, внимание, за то, что после того, как ему перебило обе ноги, он смог подбить только пять танков. Патроны кончились. После такого спрашивать, в чем секрет нашей победы, как-то бессмысленно, что ли, за участие в Мелитопольской операции дивизия и получила свое почетное имя. Потом был Крым, битва за Севастополь. Там, в Крыму, дивизия и встретила день победы. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Новая Зеландия и Австралия за 75 дней. Парнаульский турист проехал на велосипеде около 4000 километров и на днях вернулся на родину. Владимир Переломов поделился с нами впечатлениями и рассказал, какие чувства испытывает человек, когда стоит на краю света. Это тот самый велосипед, на котором Переломов, не щадя покрышек, преодолел 4000 километров по Новой Зеландии и Австралии. До этого они проколесили Норвегию, Танзанию и Вьетнам. Покрышки новые, потому что старые. Я брал себе запасные. И я на тех покрышках прошел всю Австралию. Домой я их не повез. Полтора килограмма лишних, 200 баксов. В путешествие по Новой Зеландии он отправился не случайно. Однажды в интернете увидел статью о 10 лучших веломаршрутах. В тройке оказались Норвегия, Швейцария и Новая Зеландия. Из перечисленного не покорил только ее. 12 марта этого года Переломов покинул родину, чтобы совершить очередной для себя двухколесный вояж. В Барнауле о его путешествии не только знали, за ним следили представители туристического агентства, которые впервые за всю практику согласились на такую авантюру. Благодаря ему я посмотрела Австралию, я посмотрела виды. Он мне звонит, утром я просыпаюсь, он мне говорит, я в Сиднее на телевышке, на самой высокой точке. Звони мне. Я ему звоню, ему по видеосвязи, он мне полностью показывает весь Сиднее. Все проходило гладко, Переломов постоянно был на связи. Лишь однажды ему пришлось поменять изначально запланированный маршрут. На его пути оказалась пустыня, никакого общественного транспорта, лишь изредка проезжали автомобили. Трое суток он безнадежно голосовал на дороге. В результате сделал большой крюк. Уже по завершению путешествия Переломов заболел. Пришлось обратиться к врачам, всему виной переменчивая погода. А вот в середине апреля у меня выпустила осень глубокая, и в мае это была зима. Зима – это у них дожди, сезон длинных дождей, когда все доливается, и солнце вообще не видно, не видно неделями. А ночью температура опускается до плюс один, плюс дождь. Он был на краю света. Говорит, там красиво, но дико хочется домой. Вернувшись, уже планирует очередное путешествие. Из мастерных это следующее лето путь на Владивосток. 5850 километров. Елена Кузовкина, Алексей Фризин, информационный канал «Город». А далее краткий обзор событий выходных, чем занять себя в предстоящий уикенд, расскажет Лариса Куренкова. В Барнауле пройдет традиционная акция – разделить сбор бытовых отходов. Горожане могут приносить бумагу, пластик, стекло, металл, батарейки, энергосберегающие лампы. Вместе с этим будет приниматься одежда для благотворительной помощи нуждающимся. Свадебную ярмарку проведут в Ленинском ЗАГСе. Приглашают женихов и невест, которые планируют пожениться в ближайшее время. На ярмарке – консультации по спектру свадебных услуг. От фотосессий до организации банкетов. Также молодые могут узнать о жилищных программах и принять участие в розыгрыше призов. Бурнаульский ипподром в нынешние выходные планирует открыть беговой сезон. На дорожках – лучшие лошади Сибири под управлением профессиональных наездников. Гости увидят соревнования, показательные выступления пони-клуба, участвуют в развлекательной программе, сделают фото на память и продегустируют блюда русской кухни. Чемпионат Алтайского края по картингу состоится также в воскресенье. Участие принимают профессиональные спортсмены. Для зрителей вход свободный. А на встрече семинария в женском клубе поднимут тему страхов и их влияние на нашу жизнь. Как бессознательные программы закрепляются в нашей психике и передаются по роду. Как формируются неосознанные страхи и, конечно же, как их побороть. Все ответы на семинаре. Лариса Куренкова, информационный канал «Город». Сегодня наш экспертный совет отсмотрел все присланные вами работы на конкурс ко Дню защиты детей. Победители – это три призовых места, ждут в парке «Солнечный ветер» на празднике сибирской медиогруппы в 16.00 1 июня. Там они и получат подарки. Не все оставили свои контактные телефоны, а потому проверяйте электронную почту. Остальные видео могут побороться за приз зрительских симпатий на нашем сайте Наши Новости ТВ. Целую неделю вы можете отдавать голоса за самый, на ваш взгляд, оригинальный видеоролик. Каждую субботу. Некоторые события выходящей недели мы сегодня обсудим вместе с нашим гостем. Вместе с Татьяной Голубевой итоги недели подводят писатели, спортсмены, врачи, музыканты, предприниматели. Кризис нас, безусловно, коснулся. События политической и социальной. Там же научились делать нормальные дороги. Культурной и спортивной жизни столицы края глазами тех, кто живет в этом городе. Я прямо уже жду следующей зимы. Гость студии в эту субботу Ольга Гога. Сразу после рекламы прогноз погоды на предстоящие выходные и начало следующей недели от Александра Люцигера, начальника Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кстати, сегодня у него день рождения и мы его поздравляем. А пока спортивные новости. С сегодняшнего дня Сергей Гостев возглавил алтайский профессиональный хоккей. Приказ о его назначении подписан Управлением края по физической культуре и спорту. Гостев стал директором автономного учреждения хоккейный клуб «Алтай». Этот пост покинул Вячеслав Бугорский, который работал в должности директора самого его основания в 2006 году. Другие новости спорта в обзоре Юрия Борлиса. Новости олимпийской неделе Барнаула. Закончен футбольный турнир. Три команды набрали одинаковое количество очков, друг друга обыграв. О, какова интрига! По лучшей разнице мячей сборная индустриального района, представленная «Полимером», обошла в таблице футболистов Центрального, по сути известный в городе коллектив «Арагац». Бронзовым призером в этом виде стала команда Октябрьского района Барнаула. К слову сказать, «Полимер» параллельно ведь выступает в третьей любительской лиге первенства России. Устали на два фронта, но все-таки стали чемпионами здесь, на городской олимпиаде. А матчи с ЖД и Ленинским районами, говорят, были сплошь проходными. Счет даже 7-0 был как-то. Солнышко, все соревнования не было, но под ливнями баталии это даже весело нам, зрителям. Промокших участников лучше не спрашивать. Правда, погоду все равно же не выбирают. Как-то так. А в олимпийских шахматах Барнаула проводилось командное первенство. Каждый шахматист тут старается сыграть ответственно, ведь от результата зависит судьба всего матча. В последние несколько лет Пальму держал железнодорожный район. Однако на сей раз команда, ведомая Виталием Бояринцевым, с нее упала. Последнее, пятое место у них. В ходе напряженной борьбы к финишу с одинаковым результатом пришли сборные Ленинского и Октябрьского районов, набравшие по 5 очков. По дополнительному коэффициенту чемпионом стала сборная Ленинского. Капитанил в ее составе мастер Фиде Сергей Якимов. А основными забойщиками стали Алексей Сорокин, 3,5 из 4 очков, и Татьяна Цепенникова, 3 из 4. Полтора миллиона рублей выделил краевой бюджет алтайским спортсменам для единовременного поощрения за недавние достижения на всероссийских и международных соревнованиях. В списке чемпион мира по сноуборду Андрей Соболев. Шестикратный чемпион России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов. Призеры юниорских первенств мира конькобежец Виктор Муштаков и лыжница Яна Кирпиченко. Серебряный призер чемпионата Европы по каратэ Татьяна Апарина и другие спортсмены-тренеры. В общей сложности денежное вознаграждение получат 55 человек. Юрий Борлис, информационный канал «Город». Добрый вечер. Студия Александр Люцигер с оценкой погодной ситуации и прогнозом на предстоящие выходные, а также начало следующей недели. Дождливая, с грозами и градом погода продлится и на рассматриваемый период. В отличие будет заключаться в увеличении температурных показателей и уменьшении интенсивности осадков. В Барнауле в субботу ожидается облачная погода, дождь, временами сильный дождь, не исключен град, ветер западный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 9-11 градусов. В воскресенье переменная облачность, временами дождь, ветер северный, ночью слабый, днем умеренный, в утренние часы возможен туман, температура воздуха в ночные часы плюс 5-7, днем плюс 14-16 градусов. В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, слабый, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22 градусов. Во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 19-21 градусов. В среду ожидается переменная облачь, с временами дождь, днем, возможно, гроза. Ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха в ночные часы плюс 11-13, днем плюс 24-26 градусов. Во второй половине рабочей недели сохранится теплая, временами с дождями и грозами погода, характерная для начала июня. Подводя итог майской погоды, можно констатировать, что, несмотря на относительно холодную третью декаду, среднемесячная температура воздуха оказалась на 1,6 градуса выше климатической нормы. Осадка в третьей декаде выпала 30 мм, и это покрыло дефицит осадков, отмеченных в первой и второй декадах месяца. Хороших всем выходных и до следующей встречи!